Образ женщины мифологический и реальный можно увидеть в Чувашском государственном художественном музее. Там открылась выставка живописи и графики Владимира Акимова. Женщина-мать, красавица, Даная. Разные постаси изобразил художник в своих работах. Владимир Акимов утверждает, что женщина прекрасна в любое время и в любом образе. Как можно женщину не любить и как можно жизнь на земле воспроизвести без женщины? Это просто нереально, невозможно. Поэтому мы просто созданы женщиной. Весь мир создан женщиной. И поэтому вся любовь должна быть к ней именно. Это поэтому в картинах моих основное и главное место в творчестве занимает образ женщины. Сам художник свой жанр определяет как мифофантастический реализм. Говорит, что это родом из детства. В деревне было очень тяжело жить. В общем-то, после военного времени, нищета, голод, много не хватало. Но были люди, которые, знаете, жизнь вокруг театрализовали, мифологизировали жизнь. Был такой яшка кино. Потом вот вы увидите на этой картине, которую нам рассказывали байки, сказки, сочинял. И жизнь становилась интереснее, веселее и радостнее. То есть такой мифологизм, он существует в реальной жизни во всех сельских поселениях. И эта тема у меня по-моему, как она проходит. Именно мифологизм и сюрреализм в творчестве Акимова отмечают и искусствоведы. Художнику удается совместить в работах искусства и идеалы разных эпох. По форме эти композиции настолько сложны и интересны, что он нашел особый язык, совмещающий разновременные, разнопространственные вещи в одной композиции. И тем самым он мог сказать в этой композиции гораздо больше, чем можно сказать даже в нескольких картинах на какие-то сложные темы. Наряду с мифологическими сюжетами на выставке представлены и портреты, выполненные в реалистичной манере. Картины Акимова разнообразны и в жанровом плане. Рядом с тематическими полотнами есть и портреты, и пейзажи, и ню. Все они передают состояние и настроение, теплоту и любовь, которую вложил в них художник. Одна из поклонниц мастера – супруга Анна Акимова. Они вместе уже 42 года учились в одной школе. Анна Константиновна называет своего мужа трудоголиком. Не представляет мне дня, чтобы не посетить свою мастерскую. Мне вообще-то, конечно, все. Мифологические истории очень люблю. Всего в художественном музее представлены 200 работ мастера. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов. Республика.